Доходы и расходы бюджета Ненецкого округа увеличатся более чем на 1 миллиард рублей. Депутаты регионального парламента на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету рассмотрели проект поправок в главный финансовый документ округа на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов. Это уже четвертая корректировка бюджета в текущем году, отметила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Согласно поправкам, параметры бюджета на 2017 год увеличиваются по доходам на 1 миллиард 12 миллионов 736 тысяч рублей, по расходам на 1 миллиард 12 миллионов 111 тысяч. Показатели плановых периодов не меняются. На 625 тысяч уменьшается дефицит бюджета до 1 миллиарда 728 тысяч рублей. В процентном соотношении дефицит сокращается с 12 до 11,3%. Как отметила Татьяна Лагвиненко, увеличение доходной части произойдет за счет налоговых и неналоговых поступлений. В первую очередь, это налог на прибыль неконсолидированной группы налогоплательщиков. Пересмотр прогноза поступлений дополнительно принесет в казну около 400 тысяч рублей. Таким образом, годовой план по налогу на прибыль будет перевыполнен на 21%. Казно региона пополнит и дополнительные доходы от Харягинского соглашения о разделе продукции. Налог на прибыль по Харягинскому месторождению 42 миллиона рублей. Расчет сделан исходя из цены за баррель 53,3 и курса доллара 59,5. Я понимаю, что в тот момент, когда мы делали поправки, там были такие курсы, сейчас несколько ниже. Но, тем не менее, расчет сделан исходя из того, что это в целом по данным предприятия, которое работает оператором данного месторождения. Поэтому мы считаем, что мы эти доходы получим. Еще одно крупное поступление – порядка 349 миллионов рублей – регион планирует получить в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении Харягинского соглашения о разделе продукции. Что касается расходов, львиная доля дополнительных средств, поступающих в окружной бюджет – порядка 760 миллионов рублей – направляется Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. К примеру, в эту сумму входят безвозмездные поступления из федерального бюджета – порядка 60 миллионов рублей на реализацию программы содействия развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. 112 миллионов рублей будет направлено на ремонт автомобильных дорог общего пользования. 90 миллионов – на строительство школы на 860 мест в поселке Искателей. 54 миллиона – на субсидии юридическим лицам на оплату коммунальных услуг. 33 миллиона – на проведение текущего и капитального ремонта образовательных организаций. Субсидии в размере более 127 миллионов рублей получит администрация Наринмара. Средства пойдут на создание инфраструктуры в районе старого аэропорта, обустройство городских дорог, снос ветхих домов и благоустройство территорий. Все поправки детально рассмотрены на постоянной комиссии Собрания депутатов по экономической политике и бюджету для вынесения на рассмотрение сессии 22 июня.